Всем привет, меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет очередная нестандартная распаковочка, к сожалению, она выходит не в том формате, в котором лично я бы хотела, по независимым от меня обстоятельствам, но мне хочется радовать вас видео каждую неделю, поэтому я надеюсь, что они вам до сих пор нравятся, и они вам интересны, так что обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, можете поделиться, чьи осенние камбэки, каких групп вы ждете, что из этого вы заказали, или какая-то у вас другая была. Классная покупочка из ваших хотелок. Или можете, наоборот, пожаловаться из-за проблем с заставками, потому что у меня это тоже имеется. Очень советую вам подписаться на мой Телеграм-канал, чтобы быть на связи. И также можете подписаться на Бусти, потому что я туда дублирую основной контент, чтобы вам было это удобнее и комфортнее смотреть. Но если вы пожелаете поддержать мой канал, то можете там оформить подписочку, вы взамен получите ранний доступ к новым видео, другой эксклюзивный контент, там его уже очень много накопилось. Также будет личный чат со мной, так что присоединяйтесь к нашей виповской тусовочке. Большое спасибо всем тем, кто данным образом меня поддерживает. Осенних камбэков много, так что буду очень рада подобной поддержке, но если что, никого не принуждаю. Все эти ссылочки я оставлю в описании под видео, и также ссылочки на некоторые из товаров, которые я заказывала, что-то с Джум, что-то с Шопов. Ну, в общем, подборочку тоже постараюсь вам составить. Ну и также заглядывайте в мой магазинчик с брелочками, он тоже в Телеграме. На случай, если захотите что-нибудь от меня приобрести со своим собственным дизайном. В качестве подарка, я думаю, будет подходящий вариант. В общем, давайте тогда начнем с альбомчиков, а точнее с платформ-версии. Сегодня у нас будут в основном только мальчишки. Action Reheroes, BTS, а именно Чимин и Нам Джун. Ну и, как всегда, с Трейгиз, Юн Мин Сона, в принципе, все те же на манеже. Вот это я очень долго ждала, очень долго оно у меня лежало, так что давайте это будем открывать. Вот такие платформ-версии я распаковала. Давайте начнем вот с этих пацанет, пожалуй, а именно с Нам Джуна, с его альбомчика, который называется Right Place Wrong Person, название, которое я каждый раз забываю. И по поводу BTS я уже говорила, что по возможности среди сонников я буду заказывать платформ-версии или Revers-версии, в общем, вы поняли. Вроде бы это что-то типа предзаказочки от Revers, и это такой очередной холдер. Почему-то нам каждый раз вместо карт дают холдеры, но за покупку именно вот одной штучки вообще, блин, каждый раз и жопит карточки. Давайте я пока что не буду его открывать, потому что я пока что не знаю, что мне с ним делать, но это просто кармашек у нас по сути. Давайте откроем сам альбомчик, который очень здоровский. Это у нас еще весенние релизы на минуточку, но вот только сейчас я до него добралась. Предыдущий сонник я не брала, поэтому это мой первый альбомчик Нам Джуна. Так, и как бы это все достать? Кажется, что вот эта штучка будет прозрачной. Мне почему-то так показалось. Но вот из этих рисуночков и создается такое впечатление. Так, и что она себя представляет? Я вообще ничего не знаю, ребят. 100 тысяч лет уже ничего не смотрела. Но по сути, да, здесь должны быть либо открыточки, либо вот такая книжечка. Стыдно признаться, но я вообще никакие платформ-версии ни у кого из BTS, я за исключением Хосок это и не заказывала. И вот такой тут у нас прекрасный, чудесный. Нам Джун просто лондонский такой мэн. И вот эти фотографии, концепты мне очень понравились. Они осень были атмосферные. И как и сами клипы, как и сам альбом в целом. Такой чисто свой в доску пацан. Здесь у нас такой идет мини-буклетик. И вот в нем все наполнение. Ну, слушайте, такой формат очень даже прикольный. Мне такой формат нравится. Я ничего ранее подобного не покупала. Поэтому очень даже рада, что эту версию заказала. Что касается по поводу версий с фотобуками, как мне говорили, они очень огромны, чуть ли не как семерка альбома у BTS, который у меня, если честно, до сих пор негде хранить. Но я нашла место. Вот эту распаковку мне в свое время тоже там обостряли. Здесь у нас полный рост. И, слушайте, прикольно. Те, кто застал их от этого альбома, те, кто... Вот что это такое? Грязька. Те, кто их уже давно получил, можете тоже поделиться спустя время впечатлениями. Мне такой нравится. Очень даже. Особенно где клип. Ну, в общем, где он там по улицам свой в доску спортивка гуляет. Тоже, скорее всего, это в Лондоне снимали, ну, или где-то в Европе. Но Джон успевает по всему свету покататься и везде посниматься. В общем, можете еще написать, в каких местах он снимался. Ну, потому что это явно Лондон, а вот все остальное я немножко уже не понимаю. Ну, слушайте, это кайф. Просто на чиле, на расслабоне. Эти рисунки мне тоже понравились. Ой, слушайте, здоровская фернюшка. Так, ну, здесь вот. Тут вот так, тут вот так. Все, лавочка закрыта. Покажу маме, не должно понравиться. Потому что, если что, мои мамы обязательно будут. Дальше у нас идут вот эти штучки для сканирования. Так, вот эти штучки. И сами карты. По-моему, здесь нет никакого рандома. И, по-моему, одна вертикальная, вторая горизонтальная. Может, и рандом. Не помню, ребятки, забыла. Вот такой у нас тут нам джун. К сожалению, очень темная фотография. У меня, почему-то, ассоциация с каким-то 2016 годом, когда BTS снимали. Бон Ваяж, по-моему. По Европе-то, когда еще катались, вот они были примерно с таким вайбом. И вторая карта, но это не совсем салка. Это все-таки как портретная, назовем ее так. Вот такой здесь нам джун у меня выпал. Ну, слушайте, прикольно. Я довольна. Я рада то, что наконец-таки его дождалась. И что у меня в коллекции наконец-то есть хотя бы вот такой сольник нам джун. Вот такой формат мне очень даже нравится. Хотя, по-моему, у некоторых из BTS участников тоже плюс-минус было что-то похожее. Но, к сожалению, я такой не покупала. Дальше у нас идет сольник Чинина. И это альбом Muse. Вот такой у нас тут принц. Который мне тоже очень понравился. И особенно заглавка Who. Особенно рок-версия. Это просто была, наверное, фаворитом моего лета. И, в принципе, я до сих пор готова переслушивать. Давайте распаковывать этого цветочного мэна. Потому что там весь концепт был в подобном стиле. И тоже формат коробочки. Здесь вот такая матовая бумажечка. с такой текстуркой. Время позднее, ребят. Поэтому торможу. Что у нас идет здесь? Ну, давайте посмотрим. Это у нас Information. Вот такая у нас открыточка. Ну, поактиве просто красота. Потом тоже мини-буклетик. Мини-фотобук. Я не знаю, как это назвать. Вот такой у нас тут рокерский принц. Да. Жалко, конечно, что вот здесь уже идет матовая бумага. Потому что за глянцевый, наверное, был бы более классный эффект. Хотя, в целом, тоже атмосферно. Так, тут у нас Green Green Green. Тут у нас Blue. Здесь у нас тоже почти в полный рост. Ну, кстати, да. Вот с основным джуном чем-то они по формату похожи. Опять же, мне не с чем сравнивать больше. Потому что у других, ребят, я ничего не покупала. Так, еще в полный рост. Пак Чимин. Вот такой прекрасный мэн. Здесь бы, конечно, локации побольше. Ну, ладно. Я думаю, там не до этого было. Пока нет, все снимали. Потому что то, сколько ребят для нас заранее сняли контента, это просто что-то с чем-то. И дальше-то что у нас идет? Типа шторки открываются. Ну, вот как правильно это открывать? Ребят, я туплю, извините. Может быть, я все неправильно делаю, но у меня позднее время, я не соображаю, как это делать. Обзоры не смотрела. Ну, в общем, здесь вот за шторками у нас прячется Пак Чимин. Такая тут штуковина. Все, лавочка закрыта. Все. Спокойной дочек. И здесь у нас идет, к сожалению, всего одна карта. Поэтому выбираю между фотобуком и платформой версии. Я решила взять платформу, потому что их везде по одной штучке. Здесь у нас вот такой рокерский Чимин. Назовем его так. Из клипа Ху как раз. Мне больше всего понравилась карта с цветочком. И вот здесь она уже глянцевая. Вот такие у меня пацанятки тут. А вот что за подарок? Я тут не понимаю, как будто просто стикеры мне положили. Наверное, один желтенький, другой вот этот бирюзовый. Я тоже, пожалуй, не буду уже распаковывать, потому что больше ничего я тут интересного не вижу. Но мне обе версии нравятся. Но мне всегда маловато карты. А так, вот открыточки, буклетики, книжечки. Меня все устраивает. Вот такой формат. Просто в облах. Можете поделиться. Чей сольник среди платформ-версий вам нравится больше всего. Вот у Тахиона я не покупала. Мне кажется, у него там вообще, в плане карт, конечно, полный расколбас. Дальше переносимся к альбому Extinary Heroes Travel Shooting. Если что, полноценный обзор есть на моем канале. Правда, там на фотобуке. И здесь я решила через шоп в качестве экономии заказать платформ-версию. Только альбом я получила давным-давно. Вот платформ-версию, но вот только в конце лета. Она у меня еще месяц пролежала на полочке и ждала лучших времен. Напоминаю мне биасы Ганиль, Джунхан и Врейгер Гаон. Но поскольку я обычно беру в приоритете Ганиль, то в этот раз я решила взять Джунхана. Потому что, ну, очень сильно он мне нравится в последнее время в плане образов и причесок. Но вот в этот раз платформ-версии у героев были по мемборам. С одной стороны, это плюс. Можно выбрать нужного биаса. С другой стороны, минус, если вы ОТА6. Ну, в принципе, все мы ОТА6. Ну, ладно. Берем, что дают. У меня почему-то ладоньки потеют. У джуповских групп более-менее у всех похожий формат. Герои, стрейкидс, эти твайс. У них вот именно такие штучки. Насчет остальных я, к сожалению, не знаю. Не помню. Так, и здесь просто должен быть сет карт с Джунханом. О, тут еще лентикулярочка. Но в таком формате очень прикольная. Когда есть смена картинок, а не просто смена ракурса. Слушайте, ну, пупсик. Дальше, что у нас идут? Где-то ссылки. Ну, просто. Ну, шарик. Вот такой чудесный. Все, я сейчас буду писать, визжать. Дальше у нас тип бихайнды. Вот даже вот такого формата есть. В полный рост, пожалуйста. Получите, распишитесь. Так, ну, тут более такие хат-хат-хат концепты. Опять селки, но уже с другим концептом. Потом, типа, я загадочный. Так, тут я вот такой красивый. Тут опять мы загадочные. Полный рост. Типа портретный, назовем это так. И, наверное, это стикер. Да. Не зря я взяла данную версию. Жаль, что только Джун Хан. Так бы всех шестерых бы с радостью собрала. С одной стороны прикольно, но вот хочется вроде и со всеми остальными. Джупик. Давай я тебе буду подкидывать идею. Вот сюда можно было бы положить общую фотографию вот и шесть. Тут мне шок положил конфетки. И также с Джун Ханом вот такая предзаказочка. По-моему, это Джуп. И к платформ-версиям, в принципе, только от Джупа идет. И она с таким же концептом. Вот такой малышарик. А вот тут что мне положили? О, мне, кстати, сюда даже на клевички положили. Ничего себе. Слушайте, ну это прям... О, вот такое мне положили. Вот такое положили. Знаете, мне в 90% практически никто не кладет плюшки. Поэтому я каждый раз удивляюсь, когда мне их кладут. Но я в целом от этого не страдаю, потому что, ну, у меня их и правда всегда очень много. И то в основном благодаря вам, за что вам огромное спасибо. Распаковали мы вместе с вами три посылочки. Теперь будем распаковывать еще три письма. Там уже будут в основном карты и в основном стрейкиц. Или кто-нибудь еще. Мне так лень это все убирать, ребятушки. Извините. Эстетика у нас закончилась. Начинаются херменсоны. Ну, по карте уже можно догадаться, какой у нас тут пацаненок. Такие у нас красивые плюшечки. И вот такой у нас красивый пацанчик. Береточки. Это у нас что-то японское к альбому Social Pad. То ли это к мерчу, то ли это ивент какой-то, то ли предзаказка, то ли что-то такое. Пред Новым годом выпускали. Стоило очень дешево, поэтому решила взять. Очень хочется еще Минху, конечно. А вот Хёнжин. Он там без береточки. И у меня опять эта картина мира рушится. Хотя, опять же, я их храню теперь по отдельности. Ладно, я уж не буду вам опять жаловаться. Как у меня сложно сейчас идет коллекционирование херменсонов даже. Она уже пожаловалась. Второе письмо. Ноль догадок, потому что пришло давно. Снова будет сюрприз. Мне тут вот такие плюшечки положили. А это, в принципе, можно в пинтер класть. И типа, карты купленные, подписывать. Блин, прикольно. Большое спасибо. Прикольно, кстати. Вот что так и не придут? Я уже вспомнила, кто здесь у нас. Вот такие здесь малыши-скрипыши из Рукстара и Файфстара. Это у нас Минхо. КМС, по-моему. Мне не очень нравятся эти карты из-за покрытия. Я как-то долго сопротивлялась ее не покупать. Но опять же, спустя время она стала очень дешевой. Поэтому решила ее взять. Хотя сейчас они стоят еще дешевле. Ну плюс тут салавашка Минхо. Плюс сердечко. Плюс вайп. Все 33 удовольствия. Поэтому почему бы и нет. Вот Хёнжин есть. Минхо есть. Можно и Джисону докупить. И вот такой у меня Джисончик. Вообще, я собрала всех троих. Хёнжина, Минхо и Джисона. Конечно, самый у меня проблематичный это Минхо. Я его купила, но он до меня все никак не может и ехать. Даже вот этого я очень долго ждала. Вот эти кудрявые пацаны меня до сих пор сводят с ума. С этим я ничего не могу поделать. Как бы на них не плевалось. Как бы я из-за них не страдала. Все равно. Никак не могу от них отказаться. И последнее письмо. Надо вспомнить. Кто-то у нас внутри. Ну, по-моему, это у нас как раз третий покемон. Надеюсь. Здесь прям вообще полный расколбас. Так. Как бы это отклеить? Ну да. В принципе, я правильно угадала. Спойлер как в большей виде. Какие мне сегодня красивые карты кладут. Вот такой у меня здесь Хёнджин. И это у нас камбэк Одинери. Это было прям очень давно. В параллельной вселенной. Это у нас предзаказка от Hot Treks. У меня есть такой Минхо. Теперь наконец-то есть Хёнджин. Благо он сейчас недорого стоит. Джессона я пока что вот не знаю, покупать или нет. Потому что вот что-то он как-то мне там не очень нравится. Но именно из этих карт я стала любить бехайнды. Именно в таком формате они мне очень нравятся. Когда есть интересный фон. Интересный. Идайте, вот эти позы, ракурсы, образы, костюмчики. Так что вот такие карты я в целом люблю. Поделитесь, как вы к таким картам относитесь. Или вы больше предпочитаете ссылки. Ну вот есть тут небольшая точечка. Ну ладно. За такую цену мне не привыкать к дефектным картам. Хёнгинсонов тут вообще кот-то плакал. В принципе, как и всех остальных. И последнее, это уже подарочек. Он пришёл мне от моей зрительницы по имени Яна. Я решила в данной распаковочке его открыть. Вообще ноль догадок. Может быть что-то на кей-поп тематику. Может быть что-то другое. Так что вместе с вами сейчас и узнаем. Ребятушки, огромное вам спасибо. У меня круглый год благодаря вам праздники. Слушайте, у меня сейчас опять будет приступ. Это что? Это куда так много картонок? Это что такое? Ой, тут такой котик. Ну вот как поаккуратно открыть? Это что такое? Это что такое вообще? Ну у нас тут прям целая тусовочка надвигается. Уже как-то мне не по себе. Вот тут даже вот такие парнишки. Ой, все подряд. Все подряд. Ну я говорю, вот все те же на манеже. Так, тут даже письмецо есть. Вот такое у нас тут малышарик котеночный. Картошка в фаре. Окей. Так, ну это мне на телефон надо будет приклеить. Я прочитала письмо. Большое спасибо за пожелание. Тут у нас много разных пацанят должно быть. И не только. Не знаю. К сожалению, все вот это аккуратно открывать я не умею. Хотя я пыталась. Я не знаю, в каком порядке это лучше осмотреть. Давайте вот так. Ну первого пацана я подсмотрела. И это тот и те, с кем у меня так и не состоялась распаковка. Вот такой малышолик Цянхо из Айтис. И вот на Айтис, на платформ-версию распаковочки у нас сегодня нет. Но вот Яна это исправила. Вот такой тоже прекрасный тут принт Цянхо. Ладно, буду это попозже отклеить, потому что там иначе все с вами проспойлили. Огромное спасибо, Яночка, за вот это балышулика. Дальше кто у нас? Ути, боже. Вот такой балышолик. Тоже Цянхо. Большое спасибо. А вот в Айтис у мамы Биас Цянхо. И вот она как раз очень тоже оценит. Третий, кто у нас тут? И вот такой еще был шарик Цянхо. Ну прям сегодня у нас дискотека. Цянхо был, как и бывает. Дальше кто у нас идет? О май каравел, о май каравел. Вот такой Гаон. Я забыла, что это за карта у нас. По-моему, Оверлоуд альбом. А со стразиками это просто. Так, и дальше кто у нас идет? Учим. Хороший вот такой у нас Оди. По-моему, это мерч. Если я не путаю. Ну вы, шариками меня тут завалило от души. Ну да, я в принципе угадала. Оверлоуд. И вот это из мерча, по-моему, они Дабл Сайд. Вот такие забавненькие. У меня как раз есть трое. Среди моих Биасов, скажем так. Но вот эти одни из самых красивых карт, как по мне. И самые здоровские альбомки. Зупик, давай. Вот у нас как раз новый камбэк скоро у ребят. В октябре. Наконец-то анонсировали. Давайте нам классные концепты. Я буду очень ждать. Если вам будет интересно, то может быть будет обзор. Но пока не буду загадывать. Все зависит от вашей поддержки, от вашего интереса. Хотя, ну как вы меня поддерживаете? Я тут, конечно, вообще не имею права жаловаться. И вот такие у нас тут малышули Чанхо. Вот они наши задники карт. Потому что я эти названия альбомов у ребят никогда не выговариваю. Один белый, другой серый и третий красный. Вот такой пупсик. Большое спасибо тебе, Яна, за эти пацанят. Опять меня тут балуете. Интересная вечериночка получилась. И в принципе все одни и те же пацанчики у нас тут собрались. Как раз те, кого я распаковывала. Но вот за исключением Эйтиз. Но о них сейчас тоже поговорим. И также я хотела бы быстренько сделать взор своей коллекции платформ-версий. Если кому интересно, то оставайтесь. Но если уже не интересно, то все равно вам большое спасибо, что досмотрели это видео. И мы с вами уже увидимся на следующей неделе. И вот как раз таки поделитесь, как вы к ним относитесь. Что нравится больше платформ-версии за карт. Или вы больше предпочитаете фотобуки. Или вы берете все сразу. Или все зависит от наполнения. Я в целом такие версии люблю. Потому что я больше по фотокартам. Но да, зависит от концептов, наполнения и оформления. Вот среди мальчишек как-то очень мало что в ней цепляет. Вот у девчонок всегда, конечно, интереснее. Но тоже зависит от группы и от оформления и концептов. Конечно, у этих версий миллион названий. У хайбовских это Виверс-версии. У всех остальных там по-другому называется. Для меня это плюс-минус одно и то же. Поэтому самая первая платформ-версия, которая у меня появилась. Это альбом Hasok и Jack in the Box. И, в принципе, Hasok был одним из первых, кто решил попробовать такой формат. За что его, к сожалению, все обосрали. В принципе, как и все альбомы его обосряли. Я как стенка Hasok, я просто каждый раз в шоках сижу. Просто я такая... Вообще, все происходит. Может быть, конечно, сейчас на фоне других альбомов это не самый прям классный вариант. Но по фотокартам в целом меня все устроило. Плюс у меня там был типа брак, и мне положили две предзаказки вместо одной. За ту цену, за которую я брала, в принципе, плюс-минус все было оправдано. Получается, где-то вот с лета 22-го года все стали более активно в таком формате выпускать альбомы. Дальше у меня идут 80s, и вот как раз-таки крайний релиз тоже он должен был прийти мне. Но этого не случилось. Поэтому всего две штучки у меня в коллекции. И, в принципе, в этом формате я у ребят беру альбомы. В плане оформления, наверное, простовато, но в плане наполнения мне очень даже понравилось. Потому что у ребят тут много карт. Есть и рандомные ссылки, или сет-мемберы, и бехайнды, и полароиды, и стикеры. В общем, всего по чуть-чуть. И в целом мне такое очень даже нравится. Уж не помню, какие карты в той версии, которую я до сих пор шту. Но я надеюсь, будет более-менее все дорабатывать. Когда-нибудь мы их дождемся. Ну и последнее, это Stray Kids. И, как я сказала ранее, вот у джуповских плюс-минус похожие коробочки. Только разное оформление. И вот здесь, конечно, все с точностью до наоборот. Потому что по оформлению мне в целом нравятся и коробочки вот эти, и шкатулочки. Вот со всякими рисуночками. Но вот по наполнению это, конечно, кому как. Так, если в рок-версии было классно то, что сет от И-8, 8 ссылок. Но вот по концепту они мне как-то не очень зашли. Я вот надеялась, что в новом релизе у нас будет 8 ссылок и 1 рандомная ссылка. Угу, можно было закатать губу. В итоге у нас были концепты. Кому-то нравится, кому-то нет. Дело вкуса. Если что, вы можете не соглашаться с моим мнением. Потому что, ну, это нормально, когда кому-то что-то заходит, а кому-то нет. Так, Джупик, вам идея. Короче, делайте сет от И-8, потом роддомную ссылку, одну юнитку и одну общую. Тогда будет идеальный комплект. Все. Это относится ко всем группам. Хотя вот у ИТ там, по-моему, юниточки есть. Но вот что-то карты там так себе были в Born to be. Что в новом будет, пока не знаю, посмотри. Но вот эти коробочки мне, конечно, нравятся. В общем, да, каждые форматы по-своему интересны. У девочек, конечно, наверное, более классные в плане оформления будут. Но, к сожалению, те группы девичьи, которые я стыню, не особо классные по концептам платформ-версии. А те, которые классные, вот, платформ-версии, то эти группы я не стыню. В общем, да. Кстати, у нам Джона и Чимина мне очень понравились коробочки. И тут еще мини-буклетики и карты. Вот идеальный формат, как по мне. Но хотя это уже немножко другая версия. Но для меня это все одно и то же практически. Вот такая у меня мини-коллекция платформ-версий получилась. Это все гораздо экономнее в плане хранения. Потому что все-таки фотобуки у меня уже очень много места занимают. Можете поделиться, с кем у вас есть. Что бы вы советовали купить. Как вы к ним относитесь. Или больше любите фотобуки. Или все сразу. Еще раз огромное спасибо Яне за подарочек. И вообще всем вам за вашу поддержку. За ваши лайки, комментарии, просмотры. Но если что, напоминаю, что у меня есть. Телеграм, бусте, магазинчик с прилучками. Все ссылочки будут в описании под видео. Посмотрите обязательно предыдущие ролики. Если хотите что-нибудь глянуть на синюю тематику. У меня это тоже все есть. Еще будет много чего интересного. Так что да. Увидимся с вами скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok